Здравствуйте, приветствую всех на своем канале и в этом видео я хочу вам показать свои новогодние покупки. Знаю уже, что многие девочки выкладывают видео подобного плана и я тоже решила снять свои покупки за последнее время. Было их пока немного, но я спешу с вами всем поделиться и рассказать, что где и за сколько я купила. Но основные три покупочки были совершены мной вчера, уже начался декабрь и уже началась подготовка к Новому году. На фоне у меня сейчас стоят две свечки, я вам покажу одну из них, что купила в нее. И давайте начнем. Вчера я добралась до огромного фикс прайс, с него я начну, потому что у нас есть очень большой в центре, туда мы ездили с мужем и там много, очень большой выбор всяких интересных вещей. Вот, ну то, что девочки мне показывали с их видео, мне мало что понравилось, поэтому я приобрела что-то для поднятия настроения и на свой вкус. Начну я с необходимости, это вот такие свечки, которые я купила. Свечки вишня, я долго выбирала, там были разные лилии, еще какие-то цветы, океаны, выбрала я вишня, потому что они такого розово-сиреневого цвета, надеюсь камера будет сейчас нормально их передавать. Не очень на это, надеюсь. Вот, и эти свечки, они имеют такой довольно-таки приятный аромат свечи, но очень такой легкий аромат, фруктовый, наверное, все-таки не сказать, что это точно вишня. Здесь это свечи чайные называются, ароматизированные, и в них 12 штук. Цена их, так, по-моему, в фикс прайс сейчас все по 50 рублей, они стоили 12 штук 50 рублей. Но очень быстро они, у меня вот в этой вот, находится сейчас второй раз поджига, очень быстро они доходят до конца, эти свечки. Мои подсвечники, которые у меня новогодние, с оленями, его, по-моему, тоже еще не показывала в видео. Вот этот подсвечник я покупала в магните, и туда как раз очень хорошо входит эта свечечка. Попробую вам показать, не знаю, получится ли или нет. Вот, ну ее туда вставляешь, и все, дальше уже она горит. Вот, то есть сейчас видно. Здесь, ну вот для этого подсвечника именно я и купила эти свечки розовые. Может быть, потом, если у меня эти свечки все сгорят быстро, я еще какие-то приобрету перед Новым годом. Но пока взяла такие, и эту вишню я выбирала, это была огромная такая стопка, в общем, этих свечей. Там были желтые первые, лимонные, как-то их не захотела брать. Ну, в общем, какие-то новогодние я искала, и вот взяла я себе все-таки такие вишневые, потому что в новогодних там ни апельсинчика, ни чего-то такого, ни водоринок не было. Лимон я не захотела брать, взяла вишню. Но пока пользуюсь, пока нормально. Так, следующее, что я вам покажу, уже у девчонок видела таких снеговичков. Взяла я себе и сыну. У нас был в том году такой же снеговик, но у нас у него все оторвалось. Вот, потому что сын всем играл. И, как бы, взяли в этом году вот такого. Вот, этот мне понравился больше всех, разноцветным таким шарфиком, с разноцветной такой полосатой шапочкой. У него есть морковка, это такая пластмасса. Есть у него лапы у этого снеговика, и его можно подвешивать, то есть вешать на елку. Если честно, я его взяла не только сыну, но и себе, потому что он светодиодный, его можно включать, и он будет переливаться красиво разными цветами. Думаю, что этого снеговика вы еще у меня видео для фона увидите. Цена его была такая же, сам он с такого материала интересного сделан, и неплохо он сделан. Только вот здесь вот у него на шапочке клей видно довольно-таки сильно, но это не критично. Я уже половину очистила, вот, буду пользоваться этим снеговиком для поднятия новогоднего настроения. Он просто самое то, чтобы поставить его на стол, да и просто, может быть, даже как-то повесить его на елочку. Вот, я делала уже у Кристиночки привет тебе наподобие, и у других девчонок тоже, потому что их представлено, по-моему, в этом огромном фикс-прайсе было где-то вида 4 или 5, а в нашем маленьком буквально один вид, и то не этот. А хотела я именно этот с разноцветными всякими там полосочками. Вот, ну, вообще понравился. Ещё мы взяли, я попросила мужа, очень долго выбирала блокнотик. Мне нужен сейчас блокнот для, я уже начала его записывать, заказов своих новогодних и посленовогодних. И блокнот мне понравился вот такой вот зелёненький, салатовый. Он идёт здесь такой новогодний ёлочка, когда его открываем, здесь только ёлочка одна остаётся. Салатового такого цвета, и здесь идут такие линейки. Всё-таки в линейку, хотя я хотела больше в клетку, и в нём, по-моему, было написано 80 листов. Там очень много разных красивых блокнотов, то есть там и с блестящей поверхностью. И таких было два вида, по-моему, красненький с игрушечкой и вот зелёненький с ёлочкой. Но я взяла ёлочкой, потому что мне больше так понравилось. Блокнот небольшой, маленького формата, туда я уже записала свои заказы по каталогам, которые я хочу. Это Faberlic, Ariflame, свои и клиентские будут сюда заказы записывать. В общем, такая милая вещь для меня сейчас полезна, потому что мой блокнот для заказов именно закончился. Будет он у меня храниться дома. Такие вот у меня были замечательные покупочки в Fixed Price. Поднимают от него уже новогоднее настроение. Надеюсь, это видео тоже как-то вам его поднимет, передаст моё хорошее настроение уже при новогоднем. И также ещё две вещицы я вам покажу, которые мы приобретали уже в других магазинах. Одна вещь, это мне досталось просто практически за копеечки, то есть буквально за 40 рублей. Это мыло. Мыло твёрдое туалетное, которое я приобрела в магазине Улыбка Радуги. Его полная цена была 70 рублей. Мне оно досталось за 40, потому что у меня были баллы на карточке. У них есть карточка, у меня она есть, да, накопительная. Там копятся денежки, остатки, и их можно потратить. Поэтому мне это мыло вышло всего лишь за 40 рублей. Пока сейчас я им не пользуюсь, но будем им пользоваться. Он такой новогодний, у неё такая прекрасная упаковочка праздничная. Это мыло Деликеа. Имбирный пряник. Там было два вида. Ещё яблоко с корицей. То, возможно, я тоже приобрету. Тут такие два новогодних зимних аромата. Это мыло я вам сейчас покажу, как выглядит в виде звёздочки. Цена, наверное, такая же у него, как в каталогах Арифейн, например. Да, даже мне дешевле вышло. Вот такая вот звёздочка. Пахнет даже через эту упаковку настоящим тульским таким пряником для меня. То есть очень приятный запах. Я уже показала это мыло сыну. Такую звёздочку. И он будет с удовольствием пользоваться. Оно идёт такого коричневато-бежевого цвета. Очень интересно. Мы его будем использовать, наверное, у нас сейчас мыло Фаберлик. Вот после него. Мятный шоколад у нас сейчас Фаберлик. После него мы положим это мыться. И будем мыть ручки. И уже видеть такую и звёздочку. И приятный аромат ощущать на вагоне. То есть пряник это очень-очень здорово. Если у вас есть такой магазин, у нас в Карадуги, заходите туда. Смотрите. У нас они, по-моему, по 79 рублей. Если по полной стоимости представлены, что тоже не очень дорого. Для поднятия настроения. И заодно попробую эту марку. Написано. Аромат свежей спечённого имбирного печенья подарит праздничное настроение и ощущение тепла и комфорта. Мыло деликатно очищает и освежает кожу. Но проверим в пустых баночках. Но я расскажу про это мыло. Может быть, коробочку покажу его. И это будет уже довольно скоро. Потому что мыло от Фаберлик небольшое. Но как раз, наверное, перед Новым годом мы это мылице выложим. Последняя покупочка у меня была... У меня ещё были новогодние покупки на посылку. Настя Рецко, привет, тебе увидишь, какие тебе посылка у меня готовится. И когда мы заходили в Магнит, там я кое-что прикупила ей. Я увидела там такое полотенечко. По-моему, целая его была 70 или 80 рублей. Я точно не помню. Но мне оно очень понравилось. Я захотела его взять сыну. Там были снеговички. Можете там посмотреть. Там уже всякие лежат открытки разные праздничные. Маленькие сувенирчики. Шарики там всякие. Ёлочки. Ну, в общем, всего много. Мне понравилось полотенце. Это полотенце выглядит вот так. Сейчас, наверное, себя не буду в кадре показывать. Просто покажу полотенце. Вот, посмотрите. Здесь такой как бы Санта-Клаус, среди Дед Мороз. Который едет на машине с оленем. Олень за рулём. И вот такой вот ещё здесь маленький олень. Мне показалось, что это довольно-таки с юмором получается. Полотенце очень мягкое, махровое, кухонное. Оно у меня сейчас висит на кухне. И сын вытирает им свои ручки. Это полотенце у меня именно для сына. Ему очень нравится. Поднимает новогоднее настроение. Полотенце это вот так вот выглядит. То есть, оно полностью среднего размера кухонное. Ну, наверное, обычное. Я просто не могу сказать сколько. Тут есть этикеточка. Сейчас вам скажу. При 30 градусах стирать машинная стирка. Так, значит, перед использованием. Можно отжимать на низких оборотах. Не отбеливать, нельзя его гладить. Здесь написано. Ну, в общем, такая-такая близкая, мне кажется, к ХБ. Похоже очень. Вот. То есть, когда мы его держим вот так, рисунок получается. Как в зеркальном порядке. То есть, вот этот внизу, это как мы смотрим. Да, здесь как бы уже другой стороной. Для того, чтобы это полотенце можно было вешать вот так именно. Как я вначале показала. Вот. Но у нас оно висит вот таким образом, что и с этой стороны, и с этой видно картинку. Вот. Полотенце очень понравилось. Сын с удовольствием его пользуется. А если ребенок рад, то и мама с папой тоже довольно счастливы. Вот. То есть, вот такие пока у меня были первые покупки. Конечно, это видео не последнее, а первое. Но в основном сейчас у меня покупки больше связаны с посылочкой. И что-то я, естественно, приобретаю в каталогах, что-то в магазинах. У нас уже довольно скоро будет обмен. Что интересно, надеюсь, что понравится. Продукты и подарки, которые я приобрела и уже, да, купила, подготовила для Насти. Всем желаю уже предновогоднего, хорошего настроения. Радости, счастья, удачи. Самое главное, конечно же, здоровья. Радуйте себя, своих близких. Покупайте уже подарочки и радуйте своих детишек. Всем удачи и до новых встреч.